И если мужчина и женщина на первоначальной стадии отношений это действительно будут делать, отношения будут долгосрочными и счастливыми. Я об этом часто говорил, что мужчина способен меняться ради женщины до близости с ней. Это факт. Вот тебе твои друзья важнее, да ты с этим велосипедом, да ты с этими охотами. То есть начинаются претензии, а это его ценности. Задайте себе вопрос, я способен приглядеться к этому человеку достаточно ясно, точечно и отличить его от своих фантазий? Привет, это Марк Бартон, я рад, что вы смотрите это видео. Сегодня поговорим с вами про ошибку номер один в отношениях мужчины и женщины. Такие ошибки действительно есть, они фундаментальные, они влияют на качество отношений, влияют на долгосрочность отношений и естественно на счастье мужчины и женщины в паре. Я очень надеюсь, что после этого видео у вас появится более-менее такое ясное понимание того, каким образом эта ошибка была допущена вами. Возможно, вы только сейчас на такой первоначальной стадии отношений, когда они только начинаются, и вы не повторите этой ошибки, либо не допустите ее. Это видео будет полезно как мужчинам, так и женщинам, потому что совершаем мы ее все, всегда и постоянно. Вот прежде чем пойдем в такой более подробный разбор и будем говорить на сегодняшнюю тему, я, конечно же, хочу напомнить девушкам о том, что каждый месяц абсолютно бесплатно вы можете пройти мой онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Это удивительнейшая программа, которая включает в себя различные темы от повышения самооценки до личных границ женщины. То есть мы говорим и о сексуальности, и о женственности, и о том, как женщине стать успешной, как женщине научиться зарабатывать через свою женскую энергию, как вообще привлекать деньги в свою жизнь без каких-то манипуляций, без каких-то невротических рекомендаций, которые часто можно встретить в сети интернет. Конечно же, это отношения и с мужчиной, и отношения с детьми. В общем, вся программа наполнена удивительным контентом, благодаря которому вы в короткий промежуток времени сможете ответить на те вопросы, которые, возможно, вас мучили и беспокоили целыми годами. Поэтому, если вы хотите впустить в свою жизнь изменения, стать действительно счастливой, быть не теоретиком, а счастливой женщиной, под этим видео есть ссылочка. И сразу после просмотра этого ролика вы можете перейти по ней и пройти регистрацию на мою программу. Количество выпускниц, число выпускниц, наверное, уже за 400 тысяч перевалило. Да, вы не ошибаетесь, потому что женщины, девушки принимают участие в этой программе по всему миру. Везде, где есть интернет, там обязательно есть участница этого бесплатного онлайн-курса. Поэтому переходите по ссылочке под видео и проходите регистрацию. Итак, прежде чем я озвучу эту ошибку, я такую небольшую подводку сделаю, для того, чтобы было понятно, о чем я хочу сказать. Когда мужчина и женщина встречают друг друга, безусловно, начинает преобладать не сознание, не какая-то логика, не какие-то процессы, связанные с рациональностью, с каким-то осознанным планированием отношений. Все идет абсолютно автоматически. Этот автоматизм основан на биохимических гормональных процессах, которые, естественно, поглотили и мужчину, и женщину. И они вот в таком легком сумасшествии, в сумасшествии влюбленности, пытаются построить отношения. Так как состояние влюбленности сопровождается эндогенными гормонами, то есть самыми настоящими наркотиками природными, то мужчина и женщина, видя друг друга, начинают запечатлять, фиксировать и фокусировать свое внимание на партнере как на источнике удовольствия. И, в принципе, это вполне объяснимо. Так как в обычной жизни у нас нет такой возможности получать огромное количество эндогенных гормонов. А тут появляется мужчина, женщина. Мы смотрим друг на друга, влюбленность, страсть, эмоции, естественно, эндогенный фон начинает увеличиваться. И это производит огромнейшее, колоссальнейшее влияние на наш организм. Нам не хочется утрачивать этого состояния. Безусловно, когда человек находится немного в измененном сознании, то мы начинаем упускать очень важные моменты в общении друг с другом. И уже потом, когда, в принципе, гормональный фон стабилизировался, влюбленность закончилась, эмоции ушли, люди начинают строить отношения и удивляются, по какой причине я вижу перед собой совершенно другую женщину, не ту самую, которую я нарисовал себе в своих фантазиях. Женщина удивляется, смотрит на мужчину, думает, «Господи, это же совсем другой человек, ты же был совершенно иным». И в этот самый момент действительно хочется сказать о той ошибке, которой посвящен этот видеоролик. Речь идет о том, что каждая пара, и мужчина, и женщина, в самом начале отношений, это, знаете, такое золотое правило. Я хочу отличить тебя от своих фантазий. Я хочу найти отличия в тебе от своих иллюзий. И если мужчина и женщина на первоначальной стадии отношений это действительно будут делать, отношения будут долгосрочными и счастливыми. О чем я сейчас говорю? Давайте поговорим подробнее. Представьте себе ситуацию, когда мужчина и женщина встретились, и, безусловно, хотим мы того или нет, у каждого из нас есть определенный образ, который мы сформировали и формировали с самых детских лет, еще с того самого периода, когда наша сексуальность созревала в семье, с родителями, либо с одним из родителей, а может быть вообще у кого-то без родителей. Шел процесс созревания сексуальности, личности, проходили этапы сексуальной идентификации. Естественно, сейчас, когда мы уже большие, взрослые, осознанные, мы входим в отношения с определенным запросом. То есть у нас есть и запрос, и такое более или менее представление, какого партнера я хочу видеть возле себя. И вот представьте себе, вы встретили, например, женщину, которую первоначально воспринимали, исключительно ориентируясь на свои ощущения, страсть, эмоции и сексуальное влечение. Но при этом забыли действительно приглядеться к ней, для того, чтобы отличить ее от своих фантазий. В вашем представлении ваша женщина – это такая очень послушная, очень смиренная, очень покорная, которая, например, будет сидеть постоянно дома, заниматься домашним хозяйством, она будет одеваться так, как вы хотите, она будет посещать какие-то увеселительные заведения, только тогда, когда вы разрешите ее, а может быть вообще не будете разрешать. То есть у вас есть изначально определенный запрос на отношения. Но когда гормональная страсть утихла, вы обнаруживаете, что женщина одевается так, как вам не нравится, и у вас начинается конфликт. Вот ты не будешь ходить в этом платье, ты не будешь общаться с этими подругами, ты не будешь заниматься вокалом, ты не будешь сдавать на права, потому что я считаю, что женщина не должна ездить на автомобиле. И начинается ряд претензий. И вместо того, чтобы в отношениях начиналось такое строительство любви и счастья, начинается выяснение отношений. А для меня это важно, а для меня это важно. А оказалось бы, это можно было все увидеть, обнаружить на первоначальной стадии отношений. Конечно, да, можно сейчас сказать, Марк, это теоретически очень просто говорить об этом, но мы же, когда влюбляемся, мы об этом не думаем. Конечно, не думаем. Поэтому об этом нужно думать всегда, когда вы находитесь в отношениях с мужчиной, либо с женщиной, только входите в союз. И учиться приглядываться друг к другу. Я постоянно получаю письма. Марк, мой мужчина, мне не дарит подарки. Он не дает мне деньги. Он называет меня меркантильной за то, что я попросил у него шоколадку и цветочек один. И мы с ним из-за этого поругались. И когда я задаю вопросы таким девушкам, а сколько вы уже в отношениях, и они начинают говорить, кто-то полгода, кто-то три месяца, кто-то год, кто-то еще больше. И первый вопрос, который я задаю, это каким-то образом проявлялось в начале отношений. Почему ты изначально не обозначила это как свою ценность, как что-то очень важное для тебя? Почему? Почему, например, у меня была такая ситуация, когда мужчина и женщина познакомились. Мужчина увлекается и охотой, и рыбалкой, и велоспортом. У него эти увлечения, в принципе, как такая дополнительная опция, сопровождают всю его жизнь. Он не готов с этим расставаться. И да, действительно, там с определенной периодичностью он уезжает, например, на какие-то велозабеги, которые длятся несколько дней. Это может быть охота, которая длится несколько дней, и рыбалка, которая длится несколько дней. Понятно, что это не все подряд идет, но как-то там раз в месяц, в два, в три месяца он все-таки вырывается куда-то к своим увлечениям и хобби. Вопрос не обсуждался, когда создавалась семья. То есть женщина не задавала этих вопросов, мужчина не говорил о том, что для него важно в отношениях, и не потерять его увлечение. Но когда уже сформировалась семья, то женщина, конечно, начала предъявлять претензии. Вот ты идешь и уезжаешь на рыбалку, вот тебе твои друзья важнее, да ты с этим велосипедом, да ты с этими охотами. То есть начинаются претензии. А это его ценности. И о таких вещах изначально люди договариваются. Вот представьте себе ситуацию, что вы идете устраиваться на работу, на какую-то хорошую должность. Ну, куда-то, допустим, в Газпром. Понятно, что попасть туда человеку с улицы практически невозможно без чего? Без знаний. Ну да, там можно сказать без связи, но давайте будем опираться на знания. И когда вы приходите на собеседование, выдвигается определенный перечень требований, которым вы должны соответствовать. Представьте себе требование знать иностранный язык в совершенстве, допустим, английский, чтобы при этом вы были совершенным пользователем определенной компьютерной техники, чтобы у вас были навыки переговоров, управленческий опыт и так далее, и так далее. Хороший портфолио. И вы приходите и понимаете, человек, который с вами проводит интервью, собеседует вас, он видит, что вы не соответствуете этому. Если он вас возьмет на работу, что произойдет? Там будут постоянные конфликты, вас будут постоянно вызывать к руководству и говорить, почему здесь не так, почему вот здесь не так, почему ты не можешь объяснить людям нормально, на английском языке, какие услуги мы предлагаем. А вы будете разводить руками и говорить, что ну а как, ну я же не знаю, у меня не получается, я только учусь. В семье то же самое. Давайте не будем обманывать себя. Когда мы встречаемся, хотим мы того или нет, начинается самопрезентация. Женщина презентует себя мужчине. Да, безусловно, есть люди, которые входят в такое лицемерное состояние, их очень сложно раскусить и узнать их истинное лицо, но все равно есть какие-то моменты, где женщина понимает, что так, мужчина необязательный, например, или мужчина увлекается алкоголем, или для мужчины первично мама, мужчина жадный, мужчина не готов к обсуждению каких-то вопросов, он обижается, как маленький ребенок и не общается со мной по несколько дней. И эти вопросы, они не обсуждаются по какой-то причине. Давайте возьмем, например, ситуацию, связанную с тем же сексом, когда мужчина и женщина начинают, входят в отношения, естественно, там появляется близость. И в этой близости женщина может молчать о том, что ей что-то не нравится, либо она не удовлетворяется, либо ей не нравится, как мужчина ведет себя с ней в постели. То есть ей не хватает каких-то, может быть, прелюдий или еще чего-то. Это тоже не обсуждается. Но, а в голове-то образ, который вы себе нарисовали, он до сих пор сохранен, и вы сравниваете этих людей, того, который в голове, и того, который рядом с вами. И мужчины так попадают тоже. Он входит в отношения с женщиной, и там уже начинает обнаруживать совершенно иную личность. Вы представляете себе? И женщина может мужчине показать тоже, насколько она не готова, вернее, не соответствует его запросу. И у нас у всех есть свой запрос на отношения. Как я хочу чувствовать себя в отношениях. И давайте не будем прибегать к таким, знаете, жертвенным объяснениям данной теме. Я просто часто встречаю людей. Мы идем в отношения, чтобы жертвовать друг другом. Да что за хрень? Если бы мы шли в отношения жертвовать друг с другом, занимаясь сексом, мы бы испытывали адскую боль. Но мы изначально были созданы Господом Богом, чтобы получать радость от жизни. Когда мы едим, пьем, видим солнце, дышим воздухом, обнимаем любимого человека, играем со своими детьми, мы получаем удовольствие. Тогда почему в общении друг с другом у нас должна присутствовать какая-то боль? Нужно жертвовать. Да, есть какие-то договоренности в отношениях, где мужчина и женщина в чем-то, возможно, уступают друг другу, либо идут друг другу навстречу. Но это абсолютно сбалансированная история. Не так, что один прогибается, а второй постоянно подстраивается, а второй постоянно доминирует. Ни в коем случае. Поэтому здесь важно понять, что отношения даны для любви, для наслаждения и для радости, ежедневной. Там могут быть конфликты, но в основе своей это любовь, уважение, верность, доверие. И поэтому, когда мы оказываемся рядом друг с другом, и начинаются разборки, это, безусловно, расшатывает отношения. Мы начинаем разочаровываться в том, что отношения не соответствуют моему запросу. Поэтому не врите себе никогда. Если вы встретили женщину, если вы встретили мужчину, задайте себе вопрос. Я способна приглядеться к этому человеку достаточно ясно, точечно, и отличить его от своих фантазий? Насколько явны эти отличия? Готовы ли я принимать этого человека вот таким, либо такой, какая она есть? И не пытаться переделать. И вы должны понимать это, что это бессмысленная трата времени. Каждый будет отстаивать какие-то свои интересы, свои ценности. Поэтому, если для вас важно, чтобы вы были рядом с мужчиной, который ведет здоровый образ жизни, и вы видите, что ваш молодой человек постоянно там подбухивает, подкуривает, поднюхивает что-то, вы надеетесь на то, что он поменяется? Нет, не поменяется. Вы входите в отношения, здесь очень важный момент, особенно касающийся женщин. Я об этом часто говорил, что мужчина способен меняться ради женщины до близости с ней. Это факт. Я объясню почему. Когда мужчина и женщина знакомятся, женщина задает такую некую планку не отношениям, а атмосфере, в которой находится мужчина. То есть она показывает, кто она такая, на что она готова, на что не готова, какие у нее ценности, какие интересы, какие потребности. Это ни в коем случае не должно выглядеть в форме манипуляции, что ты там должен весь мир бросить к ногам. Да ничего он не должен бросать. Он такой, какой он есть, может быть абсолютно разным и сильным, и слабым, и каким угодно. Да, будет зарабатывать, если любит вас, а если не любит, не будет зарабатывать. И вот представьте себе ситуацию. Вы встретились с этим мужчиной и начинаете с ним общение, начинаете с ним вступать в отношения. И до момента сексуальной близости, когда он знакомится с масштабом вашей личности, мужчина еще готов пойти в изменения. То есть он понимает для себя, так, я потяну эту женщину, не потяну, смогу ли я дать ей то, чего она хочет, либо не смогу. Если не может, мужчина отваливается. Если может, то естественно будет общаться с женщиной в соответствии с ее запросом. При этом он сам должен показать женщине свою планку отношений, что для меня важно. И я даже приведу, расскажу один такой, ну таких случаев много, но один из них расскажу. Мужчина и женщина встретились друг с другом. Он ей говорит, ты знаешь, я не приемлю в отношениях ревность. Я человек, который за доверительные отношения. Вот это покажи мне свой телефон, где ты сейчас находишься, а почему ты мне не перезвонил, слежка, проверка какая-то, не для меня. То есть если я в отношениях, я тебя люблю. То есть я люблю свою женщину, мне этого не нужно. И соответственно жду от тебя того же. И понятно, что это нормально, когда мужчина говорит, слушай, я там задержусь немного, уеду туда-то, туда-то. То есть это естественно в отношениях. Речь идет о такой, знаете, отчетности. Я здесь, я там, смотри. Вот селфи, вот фотография, а вот мы с друзьями, а вот видеозвонок. И женщина кивала головой. Да, да, ты знаешь, для меня тоже так важно быть в доверительных отношениях. Да ты что, это же здорово, когда люди доверяют друг другу. Но при этом она саму себя обманула. Обманула себя в том, что у нее вопрос ревности очень острый. И она во всех отношениях, которые у нее были, уничтожала своих партнеров, своей патологической ревностью. И отношения разрушались. О чем идет речь? О том, что она действительно посмотрела на мужчину. По какой-то причине решила, что да, я буду с ним в отношениях. Но несоответствие ее представлению об отношениях и тому, что она видит перед собой на сегодняшний день. все закрутилось, завертелось. Появился ребенок маленький. И она начала сходить с ума. В прямом смысле слова. Она уничтожала своего мужчину. Она нанимала каких-то детективов. Она просила своих подруг. Она платила деньги женщинам, которые писали ему в соцсетях непристойные предложения, чтобы посмотреть, как он на это отреагирует. И даже когда она не обнаруживала ничего, ничего не срабатывало. Слежка показывала, что он ходит на работу, спортом занимается, общается с друзьями. Ничего не происходит. Девки эти писали, которым она платила деньги, непристойные предложения. Так он открывал, читал и просто блокировал их либо удалял сообщения. Но ревность не продолжалась. Поэтому ваша задача, если вы хотите быть счастливой семьей, если вы хотите быть счастливой парой, в самом начале отношений сядьте честно, поговорите друг с другом. И признайтесь друг другу в том, что для вас важно. Не бойтесь говорить об этом. Не бойтесь договариваться. Не бойтесь произносить. Потому что во всем есть определенные правила. Есть правила и законы и в физике, и в химии, и в экономике. И есть определенные правила, конечно, в отношениях мужчины и женщины. Так вот, это правило, номер один, которое нужно применять. Я хочу увидеть тебя как можно яснее, ближе и четче, для того, чтобы отличить от своих фантазий. И опираясь на итоги, на вывод, принимать решение. Готово я быть с тобой в отношениях? Я готов быть с тобой в отношениях? Или нет? Я очень надеюсь, что это видео было полезным для вас. И хочу напомнить девушкам о том, что вы можете пройти очень крутую трансформацию, прослушав серию вебинаров на моем курсе «Я такая одна, удобная или уникальная». Это абсолютно бесплатная программа, принимать участие в которой вы можете из любой точки мира, где бы вы ни находились. Поэтому, если вы хотите разобраться в вопросах самооценки, разобраться в отношениях с мужчиной, узнать о том, как проявляется и прокачивается женская энергия, сексуальность, как выстроить счастливые отношения, чтобы мужчина там не изменял и вы не ходили тоже налево, каким образом вообще строить отношения, чтобы вы были счастливыми. И, естественно, поговорим и про психологические установки и блоки телесные. Программа очень обширная. Если вы любите развиваться, если вы осознанная личность, я вас приглашаю. Ссылка находится под этим видео. Нажимайте на нее, проходите регистрацию и мы с вами в скором будущем увидимся на одной из лекций, которую вы будете прослушивать в рамках курса «Я такая одна, удобная или уникальная». С вами был Марк Бартон. До встречи и пока-пока.